Наследие атлантов. Правда ли, что в картах Таро зашифровано послание затонувшей Атлантиды? Кто из сильных мира сего доверял их предсказаниям и на что они были способны? Чтобы избежать травли со стороны Инквизиции, придумали гениальный вариант. Превратить магический инструмент в игрушку. Что делать, если замуж не втерпёшь, а жених всё не хлюёт? Где его искать и как гарантированно получить предложение руки и сердца? Это нарушение границ. То есть для мужчины как бы оккупация его территории. Путешествие короны. Кто, когда и зачем вывозил символ российского самодержавия из страны? Как долго отсутствовал венец императора и каким образом вернулся на родину? Всё это происходило тайно. Её в чемодане с двойным дном вывезли из страны, отвезли в Ирландию, там спрятали. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Отечественные инженеры создали винтовку Т-5000. Она входит в состав новейшего снайперского комплекта с говорящим названием «Точность». В этом году она поступит на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии. Её уже опробовала команда снайперов управления А Федеральной службы безопасности. Они использовали её на международных соревнованиях по стрельбе, где заняли первое место. Сегодня в эту модель внесено больше 210 изменений. Какие возможности получила винтовка после модернизации? В чем она превосходит американку XM-2010? И почему Стивен Сигал хочет создать собственное оружие именно на базе нашей разработки? Название винтовки говорит само за себя. Точность. Из неё снайпер может попасть в цель с расстояния более полутора километров. Винтовка прошла самые суровые проверки. Её замораживали в холодильнике, испытывали во время тропического ливня и песчаной бури. Оказалось, что оружие безотказно работает практически в любых условиях. Специалисты утверждают, оно выдерживает перепады температуры от минус 50 до плюс 50 градусов. Прекрасно новое оружие, которое наверняка и на рынке вооружений составит серьёзную конкуренцию западным аналогам. Разработки новых систем вооружений для самых разных целей – это суть существования комплекса. Это оружие создали отечественные инженеры-конструкторы. Эксперты отмечают, что разработала его не госкорпорация, а частная компания. Причём изначально эта фирма выпустила винтовку для охоты и спортивной стрельбы. Представьте, что из этой винтовки можно попасть в глаз белки с крыши самого высокого небоскрёба в мире. У баллистов есть такой показатель – угловая минута или МОА. Так вот, у Орси-105 тысяч менее 0,5 МОА, а у её американского конкурента XM-2010 примерно 1 МОА. То есть российское высокоточное оружие лучше. Специалисты оценили новые возможности. С расстояния 100 метров 5 выстрелов ложатся в круг диаметром всего полтора сантиметра. Таких поразительных результатов отечественные инженеры смогли добиться благодаря особой технологии производства. Российские оружейники делают ставку на качество, а не на количество. Существует два метода изготовления ствола. Дорнирование. Оно занимает всего около 10 секунд. Но такой ствол гораздо быстрее изнашивается. Второй метод – это строгание. Оно длится более часа. Медленно, но верно. На станке специальный резец снимает тончайшие слои металла. Такой ствол прослужит намного дольше. Цена винтовки немаленькая – более 400 тысяч рублей. Но эксперты уверены – оно того стоит. По достоинству оценил российскую винтовку и голливудский актёр Стивен Сигал. Он занимается стрельбой уже более 40 лет. За эти годы собрал огромную коллекцию. Дома у звезды целый арсенал. Недавно Стивен Сигал прилетал в Москву. Вместе с нашими разработчиками он хочет создать собственную версию винтовки. Я был на производстве и своими глазами видел, как делают уникальное оружие. Я пообщался с мастерами и пришёл к выводу, что именно Россия может сделать лучшую на сегодняшний день снайперскую винтовку в мире. Я надеюсь присоединиться к этому процессу. Чтобы эту винтовку могли использовать сотрудники спецслужб, в базовую комплектацию внесли более 200 изменений. Доработанная модель и получила название «Точность». Её технические характеристики строго засекречены. Ожидается, что в ближайшее время это оружие поступит в ФСБ, ФСО и Росгвардию. Её испытывали для применения различными и спецслужбами, и видами, и родами войск. Это МВД, это Росгвардия, это ФСБ, это ФСО. Вот прежде всего такая винтовка нужна именно таким силовым структурам для выполнения деликатного или неделикатного рода задач. К 2020 году оружие с названием «Точность» может взять на вооружение и армия России. В Министерстве обороны ждут, когда к этой разработке создадут специализированные отечественные патроны. Российские авиаконструкторы нашли замену Ан-2, так называемому «кукурузнику». Им станет новый многоцелевой самолёт ТВС-2 ДТС. Он сможет вместить до 9 человек. Оснащён американским турбовинтовым двигателем и обладает взлётной мощностью в 1100 лошадиных сил. Инженеры утверждают, что самолёт не будет подвластен коррозии благодаря цельнокомпозитной конструкции с крылом и фюзеляжем из углепластика. Новинка появится в 2025 году. Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли одну из древнейших усыпальниц майянских королей. Захоронение монарха находится в туннеле под дворцом в городе Вака на севере Гватемалы. Его датируют 4 веком нашей эры. На высокий статус покойного, по словам исследователей, указывает его посмертная маска. Она сделана из нефрита и украшена символическим изображением бога кукурузы. Помимо тела в гробнице нашли 22 сосуда, нефритовые украшения и кулон в форме крокодила. По словам учёных, это первое неразграбленное захоронение индейцев майя, которое дошло до наших дней. Инопланетяне живут в США на базе ВВС Райт-Паттерсон. С таким заявлением выступил военный инженер Реймонд Жиманский. По его словам, инопланетные туристы приехали в 1947 году, после того, как их звездолёт был сбит военными в районе Розвелла. Источником информации Жиманский назвал своего начальника, который якобы поведал о пришельцах ещё 40 лет назад, но требовал держать это в секрете. Что заставило его нарушить обещания и сделать громогласное заявление именно сейчас, неизвестно. Далее в программе. Быстрее, сильнее, комфортнее. Кто победит в соревновании? Новейший электромобиль или привычная машина с бензиновым двигателем? Его преимущества обеспечивают 4 электромотора с суммарной мощностью более 1000 л.с. Остров ненайденных сокровищ. Почему в денежной шахте на канадском Оуке сундуки с драгоценностями всё глубже уходят под землю? Кто оставил этот клад и кто его проклял? И можно ли его отыскать? Вся этот дом, он увидел, что вот как раз где-то на месте дома находится карстовая воронка. Таинственный лабиринт. Что скрывается в подземельях Калининградской области? Существовала ли на самом деле нацистская лаборатория Кёнигсберг-13? И кому сегодня принадлежат секретные разработки ученых Третьего Рейха? Эта дверь, она связана неким оккультным каким-то способом. Именно с тем пространством, в котором возможность до сих пор находится вот этот золотой запас Германии. Наследие атлантов. Правда ли, что в картах Таро зашифровано послание затонувшей Атлантиды? Кто из сильных мира сего доверял их предсказаниям? И на что они были способны? Чтобы избежать травли со стороны Инквизиции, придумали гениальный вариант. Превратить магический инструмент в игрушку. Что делать, если замуж не втерпешь, а жених все не хлюет? Где его искать и как гарантированно получить предложение руки и сердца? Это нарушение границ. То есть для мужчины как бы оккупация его территории. Путешествие короны. Кто, когда и зачем вывозил символ российского самодержавия из страны? Как долго отсутствовал венец императора и каким образом вернулся на родину? Все это происходило тайно. Ее в чемодане с двойным дном вывезли из страны, отвезли в Ирландию, там спрятали. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американские конструкторы совместно с коллегами из Китая разработали уникальный электромобиль. Беспилотник «Фарадей Фьюча» или FF91. Новинку презентовали на выставке электроники в Лас-Вегасе. По словам создателей, он способен разгоняться до скорости 96 км в час всего за 2,5 секунды. Электрокар может ездить без водителя и сам ищет место для парковки. По расчетам инженеров, на одном заряде он способен проехать больше 700 км. Инженеры утверждают, что их модель превосходит все имеющиеся аналоги и даже может потягаться с лидерами классического машиностроения. Но так ли это? Кто победит в соревновании? Новинка «Фарадей Фьюча», любимец борцов за экологию «Тесла» или привычное авто с бензиновым двигателем? Новый электромобиль разгоняется с нуля до 96 км в час всего за 2,39 секунды. Такой старт производит впечатление даже на любителей скорости. Разработчики авто будущего сразу заявили. Их цель — обогнать своего главного конкурента — «Теслу». Помериться лошадиными силами решили на трассе. Судя по этому видео, новый автомобиль на полкузова опередил соперника. Получается, он стартует и разгоняется быстрее, чем «Тесла» примерно на 0,11 секунды. Я думаю, он смог бы обогнать и бензиновый спорткар. Его преимущества обеспечивают 4 электромотора с суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил. Питаются эти электромоторы от сверхмощных батарей. Производители утверждают, полного заряда хватит, чтобы проехать 700 км. Но эксперты уверены, в условиях суровой русской зимы эта машина так ездить не будет. Обычно они, особенно на холоде, начинают очень сильно терять свои характеристики. Эти два режима — это печка, отопление машины зимой, и кондиционер. Настолько быстро разряжает батарею, что вы можете даже там из заявленных километров не проехать и 140. По словам специалистов, на электромобиле лучше не ездить на дачу или в дальние путешествия. Если суперкар разрядится и встанет посреди трассы, придется толкать его до ближайшей розетки. А русская смекалка с этим авто и вовсе может сыграть злую шутку. Даже не думайте выбросить из окна удлинитель и подключить к нему машину. Вы можете устроить электрозамыкание и пожар. Стоить автомобиль будущего тоже будет немало. За экологичное чудо придется выложить не меньше 100 тысяч долларов. Зато в комплекте водитель получит 10 видеокамер, 13 геодатчиков, 12 ультразвуковых сенсоров и самое важное устройство — так называемый лидар, лазерный радар. Лидар при необходимости выдвигается из капота. По сути, это всевидящее око. Механизм сканирует местность и анализирует происходящее вокруг автомобиля. На основе этих данных портовой компьютер принимает решение, куда лучше ехать и как вести себя на дороге. В этом суперкаре настолько развит искусственный интеллект, что по сути ему не нужен даже водитель. На автопилоте он может не только ездить, но и сам найти свободное место для парковки. Эту функцию разработчики хотели продемонстрировать на презентации, но оказалось, у автомобиля были другие планы. Ты можешь нажать эту кнопку, и она сама поедет в гараж. Вау! Что? Что-то она сегодня обленилась. Парковка удалась только со второй попытки. Но представители компании по их реакции и такому результату были рады. Судя по видео, они вовсе не надеялись, что эта функция сработает. Смотрите, он нажимает на телефон. И да, машина поехала! Пока что электромобиль будущего существует всего в нескольких экземплярах. И купить его может не каждый желающий. Правда, российского потребителя это вряд ли расстроит. В наших широтах и с нашим климатом обычный бензиновый двигатель еще долго будет вне конкуренции. Международная ассоциация туроператоров составила топ-5 самых перспективных мест для поиска кладов. Среди прочих в список вошел остров Оук. Считается, что именно о нем рассказывал Роберт Стивенсон в романе «Остров сокровищ». Он находится у западного побережья Канады. С английского языка его название переводится как «Дубовый». Остров прославился зарытым на его территории кладом. Всего известно около 30 карт с обозначением его местонахождения. Но все они признаны фальшивыми. Сегодня большинство исследователей считают, что ценности спрятаны в так называемой денежной шахте, которую обнаружили в 18 веке. Чем она так примечательна? Почему искатели уверены, что клад именно там? Кому принадлежало это богатство? Неужели после 200 лет неудачных поисков никто так и не усомнился в реальности сокровища? На острове Оук вновь началась охота за сокровищами. Жители окрестностей даже сняли на видео, как в районе так называемой денежной шахты приступили к работе буровые установки. Новая волна интереса к этому месту возникла после недавней находки. Кладоискатели всего мира приняли ее за знак. Сокровища все-таки существуют. На острове нашли маленькую испанскую монетку 16 века. В это время здесь никто не жил. Ее могли привезти только те, кто закапывал клад. Она просто могла выпасть из сундуков. И теперь все вновь вспомнили истории о несметных сокровищах острова Оук. По легенде, в конце 18 века на острове жил старый моряк Джон МакГиннес. Он обещал своему юному внуку Дэниелу, что оставит ему большое наследство. Хотя кроме маленького деревянного дома у мужчины ничего не было. Дедушка не дожил до старости, а погиб в море. Поэтому внук случайно начал копать и оказалось там пустотой. И вполне возможно, что, как сказать, снеся этот дом, он увидел, что вот как раз где-то на месте дома находится карстовая воронка. Дедушка там жил и в эту воронку старые сундуки туда скидал свои. Есть и другая легенда. В ней рассказывается о парнишке, который, гуляя по острову, наткнулся на огромную нору под большим дубом. Когда парень залез туда, то попал в знаменитую денежную шахту. Ее позднее откопали мужчины из ближайших деревень. Неважно, как именно была обнаружена шахта. Во всех легендах рассказывается, что внутри нее копатели наткнулись на многочисленные перекрытия из бревен и грунта. Их встречали каждые 3-4 метра. На одном из этих настилов, если верить хроникам, находился камень с зашифрованным посланием. Обнаружили какой-то камень с таинственными надписями о том, что дальше лежит клад на 2 миллиона фунтов, а затем какие-то перекрытия бревен. У этой истории есть два финала. Одни говорят, что искатели нашли на дне шахты бочку с золотом. Забрав ее, они покинули Канаду. Другие уверяют, им так и не удалось отыскать сокровища. Те, кому ближе последняя версия, до сих пор приезжают сюда в поисках удачи. Вот причем было уже там несколько десятков экспедиций, и люди разорялись. Что любопытно, вот, кладоискательством на острове Оуг в молодости занимался будущий президент США, знаменитый Франклин Делано Рузвельт, будущий адвокатом. И 5 тысяч долларов он, значит, вложил в это предприятие, значит, прогорел на этом очень сильно. Тем не менее, за 200 лет поисков ничего, кроме бревен и глины, искателям найти так и не удалось. Кроме того, докопавшись до глубины 35 метров, охотники за сокровищами оказались в смертельной ловушке. В этой точке к шахте подходит тоннель, связанный с океаном. Стоит начаться приливу, и вода затапливает колодец. Видимо, тот, кто построил эту шахту, хотел как можно лучше защитить свой клад. То есть, чтобы забрать сокровища, нужно было копать только в определенное время, в период отлива. Так вода не мешает работать. Возможно, шифр на найденном в шахте камне и был ключом к тому, когда и как нужно работать в шахте, чтобы найти сокровища. Ученые до сих пор спорят, кто мог создать такой огромный подземный комплекс для защиты сокровищ. По одной из версий, это мог быть пират Эдвард Тич, по прозвищу Черная Борода. Он грабил корабли у Атлантического побережья Северной Америки в начале 18 века. Есть легенда, что незадолго до смерти Черная Борода спрятал все награбленное на каком-то острове. А о том старом моряке, под чьим домом нашли вход в золотую шахту, он вполне мог быть одним из членов команды пирата. Если так, то, возможно, он был хранителем этого клада. По другой версии, клад наук прибыл из Европы. И спрятанные сокровища могли принадлежать не кому-нибудь, а самой Марии Антуанетте, обезглавленной королеве Франции. Исследователи предполагают, во время революции в надежде на спасение она приказала вывезти все свои драгоценности из страны. Недалеко были владения Франции, в район Квебека, и возможно, что якобы туда были вывезены драгоценности, все Марии Антуанетты. Якобы, значит, ее драгоценный гардеробщик куда-то пропал, и, возможно, вот его вывезли туда. По данным исследователей, сейчас дно шахты полностью затоплено. Но искатели сокровищ заявляют, в мутной воде их камера сняла очертания поврежденного сундука и каких-то выпавших из него блестящих металлических предметов. Далее в программе. Таинственный лабиринт. Что скрывается в подземельях Калининградской области? Существовала ли на самом деле нацистская лаборатория Кёнигсберг-13? И кому сегодня принадлежат секретные разработки ученых Третьего Рейха? Эта дверь, она связана неким оккультным каким-то способом, именно с тем пространством, в котором, возможно, до сих пор находится вот этот золотой запас Германии. Наследие атлантов. Правда ли, что в картах Таро зашифровано послание затонувшей Атлантиды? Кто из сильных мира сего доверял их предсказаниям и на что они были способны? Чтобы избежать травли со стороны Инквизиции, придумали гениальный вариант превратить магический инструмент в игрушку. Что делать, если замуж не втерпешь, а жених все не клюет? Где его искать и как гарантированно получить предложение руки и сердца? Это нарушение границ. То есть для мужчины, как бы, оккупация его территории. Путешествие короны. Кто, когда и зачем вывозил символ российского самодержавия из страны? Как долго отсутствовал венец императора и каким образом вернулся на родину? Все это происходило тайно. Ее в чемодане с двойным дном вывезли из страны, отвезли в Ирландию, там спрятали. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Исследователи из Калининграда нашли в метре от бункера генерала Отто фон Ляша еще одно помещение. Они предполагают, что там могут находиться так называемые сокровища Кёнигсберга. По оценке специалистов, в Калининградской области пролегает самая разветвленная сеть туннелей в России. Этот факт конспирологи называют главным доказательством существования секретной лаборатории Кёнигсберг-13. Они считают, что здесь нацистские ученые разрабатывали неизвестное оружие и ставили жестокие опыты над людьми. Но что с ней стало после Второй мировой войны? И кто получил доступ к секретным разработкам нацистов? Конспирологи считают, в 1945 году перед отступлением немецкие войска уничтожили секретную лабораторию Кёнигсберг-13. Подвалы замка, где она находилась, затопили водой. Они уверены, это было сделано, чтобы избавиться от важных документов. Кёнигсберг буквально был стерт почти с лица земли при бомбардировках. Там даже людей не хоронили, а просто привозился грунт, и уровень улиц поднимался. Но что пытались спрятать нацисты? И чем занималась одна из самых засекреченных лабораторий Третьего Рейха? Лаборатория занималась именно химическим, начало биологического и химического оружия. Это один из аспектов. Второй аспект – это как раз тот самый оккультизм. Исследователи утверждают, в затопленных помещениях лаборатории были найдены странные и жуткие предметы. Набор печати Люцифера с дьявольской символикой, детская посмертная маска и так называемые гвозди Людвига. Эзотерики уверены, если вбить их в лоб умершего, то можно узнать любую информацию, которой тот обладал. Это были и иконы, некие буддийские статуи, это были жезлы, различные мечи, различные доспехи древних рыцарей. И все это хранилось вот на территории вот этой лаборатории. Так, например, были холодильники, в которых были установлены ванны, наполненные водой со льдом. Среди этих льдин плавали глаза животных, которые были умерщвлены на бойниках. По рассказам бывших военных, там нашли несколько тряпичных кукол с пришитыми глазами мертвых животных. Все чучела были проткнуты серебряными иглами с янтарными головками. Одно из них было похоже на премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Возможно, это позволяло неким энергетическим образом воздействовать на того персонажа, кого эта кукла олицетворяла. Так, например, когда доложили об этом Черчиллю, он очень сильно расстроился по этому поводу и, скорее всего, принял ряд каких-то защитных мер. Историки предполагают, Адольф Гитлер лично отдал приказ создать таинственную лабораторию в подвалах замка. По легенде, во времена Средневековья эта крепость принадлежала ордену тевтонских рыцарей, которые занимались черной магией и алхимией. На то, что это непростая лаборатория, указывает и число 13. На самом деле, 13 – это и есть главная мифологическая доктрина. Было 13 последователей, или 13 старейших гременских времен, которые и начали экспансию, вернее, образование германской цивилизации, это, по словам, так сказать, германских историков, еще до Гитлера, который как раз и воспользовался этим мифологическим сюжетом, показав о том, что это высшая раса, которая должна, и она еще древнее любой европейской расы, и в том числе и римской расы. Но особое значение, по мнению экспертов, нацисты уделяли разработке психотропного оружия. Историки считают, Гитлер искал способ управлять человеческим сознанием. И, возможно, иногда это ему удавалось. В своих дневниках один из журналистов того времени рассказал о смерти своей коллеги, написавшей разгромную статью о фюрере. После публикации девушка получила странную посылку. Кусок стекла, спрятанный под тонким слоем шоколада. На глазах у редакции она, будто находясь под гипнозом, съела ужасный подарок. Причем люди стали вырывать у нее из рук эту шоколадку, то есть это стекло. Но она продолжала старательно его жевать, разгрызать, глотать, потому что она была в неком таком состоянии оцепенения или воздействия вот именно сугестии гипнотической. Черная магия, алхимия, гипноз. Жители Кёнигсберга вспоминали, до войны город был охвачен мистическими настроениями. В переулках можно было встретить монахов в буддийских одеждах. Говорят, они рисовали на стенах домов рунические символы. Когда город был взят, военные обнаружили бункер в самом его центре. Там, в одном из подземных ходов, нашли дверь, на которой были нарисованы таинственные знаки. Однако она никуда не вела. За ней оказалась только глухая стена. Есть такое подозрение, что эта дверь, она связана неким оккультным каким-то способом, именно с тем пространством, о котором я говорю. При правильном прочтении этих рун, при каких-то, может быть, манипуляциях, открывалось пространство, в котором, возможно, до сих пор находится вот этот золотой запас Германии. Архив таинственной лаборатории Кёнигсберг-13 не нашли, так же, как и сокровище Третьего Рейха. Эксперты считают, ключ к разгадке оккультных тайн фашистской Германии ушел под воду вместе с секретными документами. У меня в руках образец авторских карт Таро с коммунистической символикой. Исследователи утверждают, что в советские годы их использовали даже в КГБ. Это так называемая старшая карта. Шут или дурак. Считается, что если она выпадает вместе с императрицей или магом, то человека ждет внезапное повышение по службе и успех в делах сердечных. В эзотерических кругах карты Таро считаются одним из главных способов предсказания. По легенде, их изобрели древние атланты. Они передали их людям до гибели цивилизации, то есть еще до Великого Потопа. Гадатели верят, что в своей основе Таро несут информацию о мироздании, те знания, которыми обладали жители утонувшей Атлантиды. Насколько эта легенда близка к истине? Кто на самом деле изобрел магические карты? Чем отличаются одни Таро от других и на что они способны? В июле этого года испанцы эксгумировали останки художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Такое решение власти приняли по просьбе женщины, которая утверждает, что она дочь знаменитого художника. Пилар Абель, 61 год. Она профессиональная гадалка и занимается чтением карт Таро. На вопрос, почему же она так долго молчала о своем родстве с Дали, Пилар ответила, что разрешение на это ей не давали карты, и время рассказать правду пришло только сейчас. Люди, верящие в силу карт Таро, очень боятся нарушить то, что им советуют делать карты. Вообще, Таро — это очень точный инструмент предсказания. Из 78 карт можно получить множество комбинаций, и у каждой из них четкая расшифровка. Они как бы исключают многочисленные варианты, а значит, тот, кто получил от них указания и пренебрег ими, начинает действовать вопреки мистическим силам, а это всегда чревато. Считается, что самостоятельное использование Таро без знания специальных техник защиты может привести к бессоннице, нервным срывам и тяжелым болезням. По словам гадалок, это происходит потому, что во время обращения к картам открываются энергетические каналы, через которые поступает информация. Если их не закрыть после сеанса, силы человека начнут убывать. При медитативной практике с картами Таро нужно быть аккуратным. Особенно, если прорабатывать аркан дьявола. Закрывать за собой дверь всегда нужно. Вот если не закрыть эту дверь, то да, можно приобрести какие-то негативные события, последствия от этого. Особенно, вот с арканом дьявола. То есть, он может просто выйти за вами и испортить вам жизнь. Но действительно ли карты Таро обладают какой-то сакральной силой? Еще некоторое время назад считалось, они не сильно отличаются от игральных. Ведь и Таро и обычные карты появились в Европе примерно в одно и то же время. Однако, Тарологи уверены, колоды никак между собой не связаны и даже ссылаются на церковный запрет, который существует только в отношении игральных карт. Поскольку каждая масть трефы, буби, черви, пики, она является символичной в православной трактовке распятия креста. То есть крест это крест, на котором его распяли. Буби это гвозди, которым прибивали креста. Черви это тряпка с уксусом, которую поили. Ну и, соответственно, пики это копье, которым мучили и терзали. Существует несколько версий происхождения карт Таро. По одной из них на Земле не сохранилось никаких текстовых описаний жизни погибшей цивилизации атлантов, поскольку те пользовались иными знаковыми системами. Все свои знания жители Атлантиды хранили в зашифрованном виде, и карты лишь небольшая часть утерянного кода. По другой версии Таро придумали египтяне. Говорят, что в Древнем Египте был построен подземный храм с 22 комнатами, где на стенах красовались символические картины. По легенде, от них и берут свое начало старшие арканы Таро. Это предание подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от виньеток Древней Египетской Книги Мертвых. Рисунки из нее на самом деле наносились на стены священных сооружений и гробниц. И все же большинство исследователей утверждает, что Таро появились значительно позже. В 15 веке в Италии первыми обладателями таких колод стали известные семейства аристократов Висконти и Сфорца. Тогда это были роскошные картинки ручной работы. Именно они послужили прототипом современной колоды Таро. Этих аристократов состояли в ордене Розенкрейцеров и хорошо знали истинное значение Таро. Они использовали карты для получения мистических знаний. Однако, чтобы избежать травли со стороны Инквизиции, придумали гениальный вариант превратить магический инструмент в игрушку, сделать вид, что это просто игральные карты. В российской истории самым известным человеком, веревшим в силу карт Таро, был последний русский император Николай II. В начале 20 века в царском селе обосновался известный оккультист Папюс. С помощью Таро он консультировал императора в принятии государственных решений. Согласно карточным раскладам, царю следовало остерегаться советов и влияния Григория Распутина. Любопытно, что Папюс был представлен императору в тот же год, что и Распутин, и тоже предрек Николаю скорую смерть. Но Папюс был очень амбициозен. Он обещал царю, что сможет отсрочить исполнение Таро пророчеств, по крайней мере, до тех пор, пока будет жив. Верьте или нет, но Николай II был свержен через полгода после смерти мага. Что это? Мистическая реальность или игры с подсознанием? Автор концепции коллективного бессознательного Карл Юнг был уверен, что Таро могут программировать поведение человека. Он заметил, символика карт совпадает с придуманной им системой психологических архетипов. С тех пор, вот уже почти сто лет, некоторые психоаналитики используют Таро для интерпретации психических состояний своих клиентов. Сорокалетняя гражданка Италии Лаура Месси вышла замуж сама за себя. По словам экспертов, поступок итальянки не оригинален. Свадьба в одиночку уже давно пользуется популярностью в Азии и США. Для этого явления даже придумали термин сологами. До России модный тренд пока не дошел, но по прогнозам социологов, в стране, где 70% женщин одиноки, такой ритуал обречен на успех. Правда, психологи предостерегают. Брак по одиночке ведет к глубокой депрессии и падению самооценки. Но что делать, если замуж не втерпешь, а жених все не клюет? Новый тренд шагает по планете. Невеста идет под венец одна, одна проводит первую брачную ночь, одна отправляется в свадебное путешествие. Это моя соло-свадьба. Мне нравится. Я не сумасшедшая. Многие люди делают это. Разве это не мило? Агентство путешествий Сэко Тревел объявило о запуске новой услуги организации соло-свадьб. Масштабную кампанию развернули в Японии. Одна такая свадьба обойдется одиночке примерно в 320 тысяч иен. Пакет невесты включает в себя все традиционные атрибуты. От профессиональной фотосессии до ночи в гостинице. Разумеется, в одиночестве. Если нужно, мы подыщем девушке-компаньона для праздничного ужина. Правда, пока союз самим с собой вне закона. Официально невесты так и остались одиночками. Так что, с формальной точки зрения эти бракосочетания не более чем костюмированное шоу. Что такое свадьба вообще? Это символ перехода на новую ступень жизни. Она помогает найти в себе некий тумблер. Это точка отчета. А соло-свадьба это вид психологической компенсации. К идее моносвадьбы молодая женщина может прийти после неоднократных стрессов, когда несколько попыток построить комфортные душевные отношения с мужчиной закончились горьким разочарованием. А социум диктует свои правила нужно быть в паре. Эксперты уверены, в России этот тренд не приживется. Несмотря на то, что в нашей стране одиноких женщин хватает, выйти замуж за самих себя россиянки пока не готовы. Как считают психологи, для них такой ритуал все равно, что расписаться в своем полном поражении и навсегда обречь себя на одиночество. Поэтому они продолжают бороться. Кто как может. венец Но почему женщины так стремятся под венец? Как считают специалисты, искать пару их заставляет не только природа, но и социум. Все, что нас окружает, рассчитано на двоих. Обратите внимание, нигде в кафе не предлагают один коктейль по цене половины. Все предлагают два коктейля по цене одного. Но одиночке не нужно два. Или одиночный номер в гостинице. В некоторых отелях таких комнат вообще нет. А если и есть, то она значительно дороже двухместной. Что делать, если рыцарь не торопится? Над этой женской проблемой сегодня бьются миллионы психологов. И у каждого есть свой рецепт. Здесь важно не пытаться объять необъятное. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если вы хотите, что называется, выйти замуж за богатого, окей, вы выйдете. Но у такого мужчины тотальная потребность в одиночестве. И он больше будет заниматься работой, а не вами. Я бы советовал четче формулировать запрос. Психологи предупреждают. Главная проблема многих женщин – завышенные требования и стремление к идеалу. Но Джордж Клуни уже давно счастливый семьянин. Да и Брэд Питт, по слухам, в очередной раз передумал расставаться со своей Анжелиной. По мнению экспертов, один из самых безнадежных способов поиска суженного – гадание и астрология. Ориентируясь на предсказания, женщина начинает программировать себя и заглядывать за каждый угол в поиске обещанного блондина, не замечая свободных брюнетов прямо у себя под носом. Кроме того, злую шутку с дамами могут сыграть устаревшие стереотипы. Это раньше ожидалось, что женщина будет скромной и хозяйственной. Современный мужчина вряд ли будет в восторге, если после первого свидания барышня решит перегладить его белье, запечь свинину в духовке и навести порядок в его квартире. Это нарушение границ, то есть для мужчины как бы оккупация его территории. Когда вы живете вместе, конечно, он будет ценить вас, если вы отличная хозяйка, но в момент начала отношений это очень плохая идея. Еще одной ошибкой эксперты называют стремление женщины решать мужские проблемы. Известно, что хорошая жена должна поддерживать мужа, но это не значит, что она должна лезть в мужские дела. Дама сердца – это та, которая во время трудностей поддерживает нас именно по-женски. То есть говорит, ты молодец, ты справишься. Но не надо решать наши дела, даже советами. Оставьте эту прерогативу вашим друзьям-мужчинам. Просто оставьте его немного в покое, но будьте как бы рядом. Но главное, что, по мнению психологов, стоит усвоить женщинам, ни один мужчина не стремится стать для избранницы развлекательным комплексом, финансовой подушкой и романтическим любовником в одном лице. Самодостаточная, увлеченная и довольная своей жизнью девушка, независимо от своей хозяйственности и внешности, привлечет кавалера значительно больше, чем вечно скучающая подруга с кислой миной на лице. И даже шикарная прическа такой даме вряд ли поможет. Донецкий кузнец выковал копию короны Российской империи и намерен подарить ее депутатам Государственной Думы. Для своего шедевра он использовал фрагменты снарядов «Град» и «Ураган». Мало кто знает, но главный символ русского самодержавия мог бесследно исчезнуть на чужбине. Но кто и зачем вывез ее из России? Как долго она отсутствовала? И как сумела вернуться на родину? Исследователи считают, в 1920 году в Нью-Йоркском офисе официального представителя советской России Людвига Мартинса американским журналистам была представлена корона Российской империи. Но как символ самодержавной России оказался в Америке? Кто дерзнул вывезти из страны бесценную реликвию? Как она вообще там оказалась? Представляете, что такое корону перетащить через океан? Самолеты не летали там, ни Боинги, ни Гахи. Хитрость в том, что у нас отношений не было тогда с американскими людьми. У нас дипотношения были установлены в 1933 году. По мнению историков, знаменитая корона Российской империи действительно могла проделать путь от Петрограда до Нью-Йорка в чемодане американского коммуниста Джона Рида. По одной из версий, Ленин хотел поскорее избавиться от символа русской монархии. Кроме того, молодой стране Советов срочно требовались деньги, а также поддержка и официальное признание со стороны западных держав. Огромное количество картин, огромное количество драгоценностей, огромное количество икон тайно, подпольно уплыло за рубеж. А поскольку оно уплывало тайно и подпольно, потому что признаться миру, что вот Советский Союз, ну как-то страна победившего пролетариата, там, мировую революцию делает, а сама ценностями торгует подпольно, ну в этом никто не мог признаться. Операцией по продаже короны руководил Людвиг Мартенс, революционер немецкого происхождения. В 1919 году его назначили официальным представителем Советского Союза в США. По словам историков, 27 февраля 1920 года, на встрече, устроенной индийским движением за освобождение, он познакомился с человеком по имени Гарри Болланд, официальным представителем так называемой «Свободной Ирландии». Сейчас об этом не очень любят вспоминать, и в советское время тем более не любили, но Ирландия получала независимость под лозунгами всеобщего равенства и братства народов, вот на волне революций, порожденных Октябрьской революцией. Мартенс заключил с Болландом сделку. Советская Россия признает свободную Ирландию, но за это ирландцы дают 25 тысяч долларов в качестве кредита. В залог Мартенс предложил самое дорогое, что у него было – корону Российской империи. На самом деле деньги для такой драгоценности просто смешные. Ну тогда, к сожалению, вот так распродавали наше культурное национальное достояние. Отдали ее в залог. Причем все это происходило тайно. Ее в чемодане с двойным дном, в соответствии с детективными принципами, вывезли из страны, отвезли в Ирландию, там спрятали. И в этом же чемодане ввезли в страну 25 тысяч долларов. Первым русское сокровище увидел глава разведки ирландских националистов министр финансов Майкл Коллинс. Однако корона произвела на него негативное впечатление. Он сказал, что на ней кровь царской семьи. Коллинс приказал Гарри Болланду спрятать ее подальше от посторонних глаз. Якобы она лежала у мамы премьера дома, а потом он отдал это в правительство, правительство положило в сейф. Вот и в сейфе это пролежало до послевоенного времени, по-моему, до 48-го, что ли, года, до 47-го, когда вдруг они вспомнили, что у них вообще есть такая ни много ни мало, как корона. Со слов экспертов, в 1948 году новое правительство Ирландии приняло решение о продаже короны Российской империи на публичном аукционе в Лондоне. Однако после переговоров с советским послом торги были отменены. Ирландия благородно согласилась вернуть сокровище Советскому Союзу в обмен на залоговую сумму в 25 тысяч долларов. Ну и в итоге погасила Россия, Советский Союз эти 25 тысяч долларов, это уже было после войны, и получили обратно корону. И вот с тех пор эта корона находится в алмазном фонде. И вот мы на нее все смотрим. То есть вот такая буквально детективная история. Недавно эта история получила шокирующее продолжение. Американка Пэт Бархем заявила, что ее отец, бывший русский князь Георгий Месский-Глебов, был помощником хранителя императорской казны. По словам женщины, 28 февраля 1917 года царица поручила князю отвезти драгоценности Романовых в Пекинский банк. Среди них была и корона, но Месский-Глебов зарыл сокровище где-то в пустыне Гоби. Если эта легенда верна, то неужели в алмазном фонде находится подделка? Как считают специалисты, такой вариант очень маловероятен. Даже если предположить, что настоящая корона могла быть утеряна, заменить ее просто нечем. Она уникальна. Впрочем, несколько лет назад смоленские ювелиры сумели создать ее точную копию. Реплика находилась в сокровищнице алмазного фонда три года, а теперь выставлена на продажу за 15 миллионов долларов. Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог, считал польский философ Лешик Кумар. Давайте не будем бояться новых путей. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok